То Бог емель, яко Бог наш. Звучит песня. 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 святыми людьми, что если кто любит больше отца или мать, кто больше, чем Бога любит, тот не достоин меня, Господь говорил. И вот в 24 года, когда ему исполнилось, он уходит в Киев, в монастырь, и по благословению преподобного Антония его постригают в монахи. И некоторое время мама даже не знала, что он ушел в монастырь, но через несколько лет, когда она его нашла, она всячески уговаривала его, чтобы он вернулся домой. Но он сказал ей словами Священного Писания, что враги человеку домашний его. Святые отцы, толкуя вот это место Священного Писания, говорят, смотрите, не соблазнитесь вот этими словами, потому что как могут быть враги человеку домашний его. А это очень просто бывает. Когда, если наши близкие нам препятствуют в деле нашего спасения, то мы должны с ними порвать всякое отношение, так вот говорят Святые Отцы. Поэтому он и сказал ей, что если хочешь видеться со мной, тогда постригись в Иннокене, здесь, недалеко в монастыре, и мы по временам с тобой будем встречаться. И действительно, как свидетельствует его житие, мама его постриглась в Иннокене в Никольском монастыре на Аскольдовой могиле. И вся его жизнь протекала в трудах и подвигах. В 1054 году его рукополагают в иромонахи, а в 57 году его ставят игуменом монастыря. И число братьев очень увеличилось при его игуменстве, как свидетельствует в Писании, что было уже около 100 монахов в его монастыре. Хочется вспомнить, как Господь однажды встретил апостола Петра и сказал, закинь сети в озеро. Но апостол Петр ответил, что Господи, целую ночь трудились и ничего не поймали. Но по слову Твоему закинем. И когда они закинули сети, то мы знаем, что поймали очень большое количество рыб. Тогда апостол Петр в ужасе пал и сказал, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. И ему страшно стало, потому что целую ночь, ловя рыбу, они ничего не поймали. И тогда Господь сказал Петру, оставь все это и иди за Мною, и я тебя сделаю ловцом душ человеческих. А как можно стать ловцом душ человеческих? Это вопрос очень интересен. Мы знаем, что когда мы хотим, чтобы кому-то понравиться, мы стараемся быть хорошим, стараемся поулыбаться. Стараемся не то, что поулыбаться, а как-то проявить свою любовь к этому человеку. Вот так же и преподобный Феодосий своим подвигом, своими молитвами, он всячески старался привлекать людей именно к Богу, к Церкви и ко спасению. Он, как великий купец, обогативший всеми душевными сокровищами, всеми добродетелями, кротостью, смирением, воздержанием, терпением, богатую верою, надеждою и любовью. Оттого мы и просим Его своих святых молитв, как нищий богатого, чтобы Он помог нам в нашей духовной бедности, чтобы Он научил нас молиться и преуспевать в христианских добродетелях, чтобы Он, как имеющий дерзновение пред Богом, молился об отпущении наших грехов и предохранял нас от новых. Известно, что Он перед Великим постом всегда заходил в пещеру, и весь пост, 47 дней, Он находился в этой пещере, Его закрывали там, вход засыпали землей, и через маленькое окошко Ему подавали просворку, святую воду, и там Он проводил всё это время в молитвах, в подвигах, спасая свою душу и молясь за весь православный народ. Поэтому мы знаем, что святых много, но подвиг каждого из них свят. Подвиг каждого из них для нас пример. Пример жизни и пример ношения креста. И что есть святость? Святость и сораспятие себя с Богом. Человек чуточку становится крестоносителем, чуточку берёт на себя крест Божий. Вот каждый человек должен иметь стремление в жизни. Кто-то стремится получить хорошее образование, кто-то хорошую работу, кто-то побольше денег заработать. Но главная цель для каждого человека — это спасение его души. Как говорится в Писании, что какая польза человеку, что если он весь мир приобретет, а душе своей навредит. То есть все эти дела, работа, труды, семья, они не должны стать стеной между нами и Богом. Потому что очень часто люди говорят, что очень заняты какими-то делами, не хватает времени ни на молитву, ни для того, чтобы просто прийти в воскресный или праздничный день в Храм Божий, помолиться и поставить свечку. Они очень заняты. Вот эти, казалось бы, простые житейские дела, они становятся стеной между нами и Богом. Поэтому Церковь и призывает, чтобы мы не впадали в крайности. Потому что любая крайность — это плохо. Во всем должно быть здравомыслие. И вот, вспоминая житие преподобного Феодосия Печерского, дай Бог, чтобы мы подражали в его подвигах и в его добродетелях. Конечно, мы не можем оставить свои семьи, оставить свои дела и уйти в монастырь. Но хоть в чём-то мы можем подражать. Известно, что преподобный Феодосий, он заботился о нищих. При монастыре он построил здание, и каждый день он старался, чтобы накормить нищих или просто паломников, или нуждающихся людей, и дать им какой-то кровь зимой от холода, а летом даже просто от дождя. Поэтому его любили и к нему тянулись. Такими вот подвигами он стяжал к себе любовь простых людей. И вот по сей день не иссякает источник благодати от его мощей и от горы, на которой находится вот этот монастырь. Он в 74-м году умирает, и его хоронят в этой пещере, где он долгие годы молился Господу Богу, стяжая благодать Святого Духа. Но в 1091 году братья монастыря захотели перенести мощи из этой пещеры в храм, который был построен по благословению Феодосия Печерского в честь успения при Святой Богородице. Когда братья обрели его мощи, увидели, что они нетленные, и через несколько лет, собирая весь материал, то, что необходимо для канонизации, он был прославлен в лике святых. Шитие его написал преподобный Нестор Литописец, который тоже и был учеником преподобного Феодосия Печерского. Все святые молить Бога за нас! Слава Богу за все! Слава Богу за субтитры Алексею Дубровскому!